Здравствуйте! Вы по-прежнему на канале Айспик и с вами Олег Павлюченко. Сегодня мы продолжаем исследование темы потопа, сколько же этих потопов было, и ищем доказательства происхождения именно двух потопов, потопа 17 и потопа 19 веков. В своих работах, которые вы видите на нашем канале, в таких сериалах, как «Гибель Тартарии» и «История Великой Тартарии», я попытался реконструировать потоп 17-18 веков, то есть потоп, произошедший на рубеже 17 и 18 веков. По моей реконструкции, да и не только по моей, для этой реконструкции я пользовался данными многих исследователей и альтернативных историков. Потоп произошел по причине применения в войне оружия массового поражения одной из сторон. Пока мы придерживаемся этой версии, что третьей силы не было, а было применение этого оружия массового поражения в какой-то период разразившейся войны противоборствующими сторонами. Так что же это была за война по моей реконструкции? А воевали в этой войне сепаратисты западных областей, глобальной державы, метрополии, или можно даже сказать конфедерации, под названием, которое сейчас мы используем Тартария. Кто из этих противоборствующих сторон нанес первым удар, мы пока не знаем. Но в результате этого удара был нанесен колоссальный ущерб всей земной цивилизации. Силы запада были сконцентрированы в основном в районе нынешнего Средиземного моря, по обоим его берегам. Но напомню, что на тот момент по нашей реконструкции пресноводным озером или озерами, и большая часть этой цивилизации находилась в городах на побережье этих озер. Как это тогда было, мы неоднократно рассказывали опять в наших же работах «Гибель Тартарии» и «История Великой Тартарии». Результатом этой войны было уничтожение целых областей планет. Это мы хорошо видим на современных картах, где желтым цветом, как я уже неоднократно показывал, обозначены «выжженные пустыни». И все эти выжженные пустыни до вот этой войны 17-18 веков были наиболее заселенными областями планеты. Как мы видим, полностью уничтожена и выжжена Северная Африка, Аравия, Ближний Восток, Средняя Азия. И я вам неоднократно уже рассказывал, что в таком примерно же состоянии была Восточная Сибирь. И теперь под лесами, которыми она искусственно засажена, это опять из исследований Алексея Кунгурова, и я с его исследованиями полностью согласен. Под этими лесами такой же песок, как и в Сахаре. После применения оружия массового поражения, о применении именно оружия массового поражения, я практически не сомневаюсь. Хотя у меня были спорные предположения, что это могло быть следствием падения астероидов, метеоритов. Но опять же, Алексей Кунгуров в своих исследованиях открыл глаза на эту ситуацию, что применялось именно оружие массового поражения. Он определил, какие кратеры на земле или воронки являются следствием наземных ядерных взрывов, какие воздушных с областями центрального подсоса. Определил фоны радиации, которые до сих пор в районе этих воронок остались. В общем, я думаю, долго на эту тему разговаривать смысла нет. Если кому непонятно, смотрите фильм Алексея Кунгурова «Удар». Так что же случилось после применения оружия массового поражения? Скорее всего, через пару десятилетий, по нашей реконструкции, во времена правления в Москве Бориса Годунова, а сам удар произошел, как я уже говорил, в правлении Ивана Грозного, произошел всемирный потоп. И потоп этот был вызван падением крупного небесного тела. По нашему предположению, падением спутника планеты. И этот спутник вызвал прецессионное движение оси вращения планеты. В следствии чего пришли в движение водные массы, то есть Мировой океан. И серия цунами прокатился по Евразии, видимо по всему миру, но в этом фильме мы будем рассматривать только Евразию. Из Северного Ледовитого океана, проскочив из Северного Ледовитого океана, потоки пронеслись по Евразийскому континенту и вылились в низины. Низины вот этих вот пресноводных озер. На месте сегодняшнего Средиземного, Черного и Каспийского морей. Эти все области были реально низинами и находились на уровне ниже Мирового океана на 100-200 метров. И соленая вода сделала эти пресноводные озера солеными и подняла их уровень до уровня Мирового океана. Об этом опять мы много уже рассказывали. События потопа 17-18 веков мы будем называть первым потопом. Почему я не ставлю точную датировку 17-18 веков? Потому что по нашей реконструкции потоп произошел в районе 1601 года. Потом мы нашли хронологический сдвиг на 25 лет. Получился 1625 год, который передвинул правление Бориса Годунова. И соответственно смуту в Москве на 25 лет вперед. Но потом мы обнаружили хронологический сдвиг практически в 100 лет. Так что по данным официальной истории этот потоп произошел в 17 веке, в его начале. Но реально он происходил в конце 17-го, начале 18-го веков. И вот этот первый потоп, вызванный падением крупного небесного тела, предположительно спутника, уничтожил ту самую античную цивилизацию, которая процветала на нашей планете. И эта цивилизация была очень высокоразвитая. Она летала в космос. Она имела те виманы, про которые рассказывает Валерий Чудинов. И построила красивейшие города и памятники архитектуры из камня. Уровень технологии ее в строительстве не превзойден до сих пор. И огромное количество зданий и сооружений допотопной цивилизации мы можем сегодня наблюдать как памятники античной архитектуры. Памятников типа Колизея, Пальмиры и многих европейских так называемых развалин или руин находятся в разрушенном состоянии. А вот такие памятники, как Исаакиевский собор, Александрийский столб, да и сам Эрмитаж мы видим целыми. И до сих пор они используются. В общем, практически во всех старых городах Европы, да и всего мира, центральная часть застроена либо уцелевшими, отреставрированными допотопными зданиями. То есть зданиями до первого потопа. И построены эти здания все из блока, а не из кирпича и украшены резными каменными фресками. Также хочу заметить, что эта катастрофа, этот первый потоп вместе с ударом и эпидемией чумы, произошедшей в тот момент времени, унесли жизни подавляющего количества населения планеты. В этот момент население с нескольких десятков миллиардов сократилось до нескольких десятков миллионов. И население в основном уцелело после удара и потопа в Восточной Европе на Русской равнине в Малой Азии. И где-то очаги его сохранились дальше на территории современной Сибири. Также очаги сохранились в районе Западной Европы, Франции сегодняшней и Испании. Но подавляющее большинство как раз осталось на территориях Восточной Европы Русской равнины. Ну, соответственно, и Малой Азии. Они были прикрыты от волн цунами горами Скандинавии. Это мы опять рассматривали в части пятой нашего фильма «Гибель Тартарии» под названием «Механизм потопа». Но эти оставшиеся десятки миллионов на идеологической почве, на той же, которая у них возникла до войны и приведшая к войне и потопу, продолжило противоборство. Что, соответственно, привело к следующей войне. И следующая война случилась в середине 19 века. Эту войну и потоп хорошо реконструировал, опять же, Алексей Кунгуров. И по датировке 40-е и 50-е годы 19 века, время этой второй войны и второго потопа, в принципе, очень хорошо укладываются и в мои исследования. Итак, само наше исследование. И начнем мы это исследование с установления ориентации городских кварталов и наиболее значимых античных построек по всему миру на бывший Северный полюс. Какой же Северный полюс, в каком месте он находился, был до первого потопа? До потопа 17 века. Как многие из вас читали и смотрели, видя огромного числа исследователей, все античные города и некоторые пирамиды ориентированы на Северный полюс своими направлениями постройки, на полюс, который находился, предположительно, в Гренландии. То есть, в том направлении. В частности, Алексей Кунгуров в своем фильме установил такие направления и их вырисовал. И у него получилось направление Баальбека, Теотеукана, Парфенона, Заволжской стены. Все они направлены на полюс в Гренландии. Также, к слову, направлены все основные улицы и направления застройки города Санкт-Петербурга. Мы с вами понимаем, что все вышеперечисленные объекты являются допотопными. И именно допервопотопными, то есть античными, погибшими на рубеже 17-18 веков. Но еще раз подчеркну, по моему мнению, направления строительства на полюс в Гренландии, как и сам полюс, существовали именно до потопа 17-18 веков. После этой катастрофы положение полюса изменилось. А вот куда оно изменилось? В какой точке находился полюс между потопами 17-го века и потопом 19-го века? Мы сейчас попробуем разобраться. Вернемся к причинам возникновения самого первого потопа. По моей реконструкции, применение оружия массового поражения в этой первой войне 17-го века было не только по объектам на планете Земля, но были уничтожены еще какие-то объекты в космосе. И скорее всего, был поврежден спутник, который, сходя с орбиты, в течение 30-40 лет непрерывно падал на Землю. И упав, ну, пред падением он был кем-то разрушен на несколько частей, этот спутник и вызвал первый потоп. И этот вопрос я очень долго изучал, и мой вывод такой. Во многих древних источниках, в Махабхарте, в Ведах, которые до нас дошли, сохранилась информация о так называемых трех летающих городах. Кто-то из исследователей назвал эти города железными. Но я мало верю в то, что эти города летали над Землей в ее атмосфере. И потому мое предположение, что эти города и есть три спутника, которые вращались вокруг нашей планеты. А наличие трех спутников на орбитах вокруг нашей планеты Земля, мы опять знаем из древних источников. Я думаю, это совпадение о трех летающих городах и трех спутниках совершенно не случайно. И по моему мнению, все эти спутники были жилыми. Все эти спутники имели атмосферу, гидросферу, а также флору и фауну. Но сегодня на небе мы видим только один безжизненный спутник, который мы теперь называем Луна. На котором нет ни атмосферы, ни гидросферы. Луна это, кстати, бывший месяц. А два остальных спутника, как мы знаем, назывались Леля и Фата. И до катастрофы 17-18 веков все эти три спутника восходили на ночном земном небе. И сияли своими океанами в отражении солнца. И вот такая фантастическая картина была перед глазами всех обитателей нашей планеты до 17-18 веков. И она для них была привычной. Так какой же из этих спутников столкнулся с нашей планетой и вызвал потоп 17-18 веков? Пока мы этот вывод делать не будем. Он у нас сам образуется к концу нашего исследования. Но факт в том, что спутник упал. И перед падением он был разрушен на несколько частей. Из чего же я сделал такие выводы, спросите вы. Но теперь внимательней. Сдвинуть положение оси вращения планеты, огромного гироскопа, вращающегося в космосе, и имеющего огромный момент силы по направлению этой оси из-за огромности своей массы, может только космическое воздействие. Также огромной мощности или массы. По этой массе оно должно быть сравнимо с массой самой планеты. И все эти взаимодействия будут происходить между планетами только по законам гироскопии. И не по каким другим. Я это говорю для облегчения понимания информации. Конечно будут еще какие-то законы, но основной приоритетный закон, это закон гироскопа. Как это объяснить проще? Никакое шевеление и кидание ядерными бомбочками муравьев, ползающих по арбузу, на арбуз никакого влияния не имеет. Особенно если этот арбуз вращается вокруг своей оси, допустим в гипотетическом магнитном поле. Но муравьи своими бомбочками могут столкнуть с орбиты, вращающейся вокруг арбуза, в том же поле, допустим абрикос, который потеряет инерцию и столкнется с арбузом. Что же произойдет с самим арбузом при столкновении с абрикосом? У арбуза просто затрясется ось вращения, разметав всех муравьев. Так вот эта тряска, плясание оси и есть прицессия гироскопа. Мы знаем что такое гироскоп. Гироскоп это волчок, в нашем понимании, из теоретической механики курса, которую мы проходили в вузах. Это волчок, раскрученный до большого количества оборотов и держащий в трех степенях, помещенный в трех степени свободы, и держащий направление относительно космоса. То есть раскрутил его, поставил на полярную звезду и он так и крутится, пока есть обороты. Из свойств гироскопа. Есть такое свойство гироскопа, которое называется прицессия. Здесь мы на этом рисунке видим на примере волчка. Если волчок теряет свои обороты, он начинает своим концом выписывать окружность. Но из курса теоретической механики мы знаем, что есть два условия, при которых начинается эта прицессия. В случае с волчком мы видим потерю оборотов, а вот есть еще такой опыт, когда подвешивают на конец гироскопа, находящегося в трех степенях свободы, грузик. И он начинает выписывать обоими концами такую же окружность. К нутации мы сейчас подходить не будем. Нутация это еще движения колебательные вокруг этой окружности, прецессионной. Попробуем это как-то нарисовать. Берем окружности, выписываемые концом. Поставим линейку. Вот наш гироскоп. Ось гироскопа, выписывающаяся при нутации вот эти вот движения. При этом у нас ось гироскопа имеет закрепление. Крепится к какой-то инерциальной системе, грубо говоря, земля. Вот в этой точке. Все три степени свободы развисовывать не будем. Но при наличии сюда, нарисуемого как гирька, подвешенного грузика, с таким вектором, гироскоп начинает описывать круговые движения обоими его концами. Какой отсюда можно сделать вывод? Еще хочется заметить одну интересную вещь. Что земля, скорее всего, не является мячиком. А многовековые движения Земли вокруг своей оси, под действием силы тяжести, то есть центростремительных ускорений, сформировали какую-то область уплотнения внутри планеты, которая примерно соответствует этой оси. Это предположение высказывали многие ученые, что плотность Земли, она все-таки распределяется вокруг, примерно в районе вот этой вот оси. То есть переброс Земли в область экватора земной оси. Так вот, в момент потопа 17 века, привнесение на поверхность планеты массы упавшего спутника вызвало прецессионное движение оси. И планета своими полюсами начала описывать окружности, прецессионные окружности. При этом, слушайте внимательно, водное тело мирового океана, имеющее другую инерцию, чем твердая литосфера планеты, мы пока предположим, что литосфера однородна, и связанная с ним силами тяготения и силой трения, в начальный период начала этой прецессии получила другое ускорение. Соответственно, на какой-то промежуток времени и другую скорость. Произошел резкий рывок, литосфера провернулась, а гидросфера как бы оставалась на месте. Ее скорость была в начальный период медленнее, потом она сравнялась. То есть литосфера убежала вперед, а гидросфера накрыла те участки, которые пробежали вперед. То есть водное тело наползло на места, являющиеся сушей. А теперь представьте массы и силы этого процесса. В общем, вода океана превратилась в волнообразную структуру, которая выглядела как серия цунами. И все это происходило по направлению из Северного Ледовитого океана на Евразию. Конечно же, это происходило и в других местах земного шара, но мы пока это не рассматриваем. Вот это и есть настоящая причина потопа, серия цунами. И чем она вызвана, я вам попытался объяснить. А вот гидросфера спутника, падавшего на Землю, еще до его падения уже изливалась мега дождями. Спутник, конечно же, был разрушен перед падением на планету Земля. Но это в тот момент сильно не помогло. Большие его части упали в те места, которые мы теперь хорошо знаем. На место в Северной Америке, где образовался Гудзонов залив, на восток Евразии, где образовалось Охотское море, и тогда появилась Камчатка. Эти все данные хорошо исследованы. И в картографии 1625 год очень заметен. На картах до этого времени Гудзонов залив и Охотское море отсутствуют, а после оно появилось. Ну, конечно же, это не 1625 год, а конец 17-го, начало 18-го веков. Но об этом опять позже. Это все относится к исследованию хронологического сдвига. И самих этих карт, когда и кем они были сделаны. Так вот, большой кусок упал, образовав Гудзонов залив, еще большой кусок упал в ту местность, на картах которой мы видим такую область, как Камбалу. И это, скорее всего, был центр мировой державы или конфедерации. И тут же напрашивается вопрос, это было специально или случайно. Но об этом опять позже. А вот ядро упавшего спутника упало в Карелии, где сейчас добывают шумгит, материал ядра планеты. Я думаю, картина приблизительно понятна. Что же произошло дальше? Ось планеты после падения этой массы какое-то время прецессировала. То есть, еще раз напоминаю, что прецессию гироскопа может вызвать только при внесении массы грузика на его конец, либо замедление вращения. Ось планеты какое-то время прецессировав, остановилась в случайной точке на прецессионной окружности. И эта точка уже не была прежней. Она наклонила ось по отношению к плоскости эклиптики. Конечно же, не на такую величину, как сейчас 23 градуса 30 минут, а скорее всего, в районе половины этого значения, то есть 10-12 градусов. Потому, после потопа 17 века такой резкой смены Земли это, конечно, еще не было. И климат сильно не изменился. Он изменился, конечно, но не настолько, как после потопа 19 века. Но самый интересный вопрос. Если мы представим твердое тело Земля, в результате прецессии ось должна была поменять просто свое положение относительно космоса, ну или относительно Солнца. А как же так получилось, что сама точка Северного полюса, ну, соответственно, и Южного, на самой поверхности Земли поменяла свое место. И это очень интересный вопрос, но он тоже объясним. Попробую это все рассказать. Ось Земли начала гулять и внутри планеты, также по прецессионной окружности, только не по той, по которой она гуляла относительно космоса, а чуть поменьше. Интересная вещь. Гироскоп в гироскопе. И сейчас мы попытаемся это нарисовать. Итак, я сейчас постараюсь нарисовать этот процесс. Он очень сложный для понимания. Конечно, для тех людей, кто не учил курс теоретической механики в вузах, это понять сложно, но я попытаюсь объяснить это на пальцах. Я этот курс проходил на штурманском факультете военно-морского училища. Формул особо я приводить не буду или вообще их не буду, а попытаюсь действительно рассказать это все на пальцах. Итак, из-за длительного вращения планеты вокруг своей оси центростремительные ускорения формируют перераспределение ее плотности в некую ось, которая даже физически определяется. Но эта ось не ярко выражена, она как бы размыта. То есть, это область, сложившаяся в районе геометрической оси, которая уравновешивает все весовые составляющие отдельных областей вещества внутри планеты. Как это выглядит? Вот наша планета. Вот ее геометрическая ось. И различные плотности, весовые, имеющие массу, которые, по нашему предположению, хаотично разбросаны, либо представляют из себя слои, также с различной плотностью и массой, вот эти центростремительные ускорения уравновесили, и вокруг геометрической оси сложилась какая-то вот такая вот структура с разными векторами. И вот эти вот точки этой структуры на момент, пока на землю не привесили какой-нибудь груз, является устойчивой. Но ось становится плавающей в момент привнесения этого груза. И плавает она опять вот по этим каким-то окружностям. То есть, она может поменять и так направление, и так направление при привнесении этого груза, который нарушает, скажем, просто центровку, распределение этих весовых параметров. Почему я нарисовал окружности? Потому что это привнесение веса опять лежит в поле гироскопии. И опять это все происходит плавание этой оси привнесения веса опять по прецессионным окружностям. Возникает опять та же самая прецессия. Конечно же, кто-то мне скажет про другие физические законы, которые действуют при этом механизме, но их роль здесь не главная. Они все есть и просто для точного расчета учитываются. Но сам процесс происходит в основном по законам гироскопии. И законы Ньютона здесь действуют, и законы Бернули, но основной закон гироскопии возникает эта прецессия. Но еще один момент по распределению этих весов. Земля имеет слоистую структуру. Каждый слой имеет свою плотность, вязкость и, следовательно, массу. Слои связаны друг с другом непрочно, только силами трения и силами тяготения. И, следовательно, ведут себя по-разному. Сколько этих слоев, мы не знаем. И не будем сейчас приводить множество слоев, дабы не расстроить сторонников полой Земли, либо еще каких-то других сторонников, других версий устройства Земли. Мы возьмем всего лишь два слоя. Это литосферу и гидросферу. Плотность литосферы другая, плотность литосферы своя, плотность гидросферы другая. Соответственно, массы у них разные. И взаимодействуют между собой они только силами тяготения и силами трения. Общий вектор их направлен как-то вот так вот. Так что про Землю нельзя сказать, что она единое твердое тело. И действует... Так что же из этой слоистой структуры Земли? Каждый из этих слоев, если их много, просто картина сложнее. Но вот на этих двух слоях. Это отдельный гироскоп. И отдельный гироскоп, он потому, что имеет разный момент силы. Почему? Потому что в моменте силы гироскопа одним из элементов является его масса. А как мы понимаем, у массы водной поверхности и самой литосферы массы разные. Поэтому эти слои при внешних воздействиях, как при внесении груза, ведут себя по-разному. И ось их вращения может не совпадать. Поэтому силы уравновешивания меняют положение физической оси, усредняя ее между всеми этими слоями. Но в нашем случае двумя слоями. Как это выглядит? Литосфера со своей осью, которая при внесении груза на нее начинает прецессировать. То есть ось попеременно концами своими находится в каждой любой точке прецессионной окружности. А гидросфера, при внесении на нее веса, вес, конечно, на обе точки воздействуется, но распределяется между гидросферой и литросферой. Ведет себя так же по-своему. По-своему прецессирует. Но общее, что они делают, это прецессия уравновешивается. То есть само положение оси литосферы и гидросферы, оно является средним между вот этими двумя осями. Если мы возьмем вот эти две крайние оси, ну вот она, допустим, ось и будет. Я думаю, я это объяснил понятно. То есть это желеобразный гироскоп. Это математически сложно описуемый процесс. Представьте, если у Земли 100 слоев, сколько у нее осей в каждом слое свой. И на него влияет сила трения, сила притяжения. Но это сложнее, чем математический аппарат расчета вот этого вот механизма. Смысл в том, что планета состоит из нескольких гироскопов, один в другом. И положение ее физической оси суммируется. Усредняется из всех положений осей ее слоев. Так как массы при воздействии в каждом слое распределяются по-своему. Поэтому при внешнем воздействии физическая ось начинает плавать. И успокаивается в случайных точках окружности при цессии, описываемых ее концами. Так что ось внутри планеты гуляет. Поэтому полюса перемещаются из одних точек поверхности в другие. Как в нашем случае, полюс переместился из Гренландии совсем в другую точку. А потом переместился в современное место. Что же происходит относительно космоса? Примерно то же самое. То есть планета относительно космоса. Каждая из ее оболочек гироскопов совершает свое движение внутри. То есть ось перемещается, полюс перемещается по самой планете по ее точкам. Но относительно космоса у нее опять усредненное из всех этих позиций направление оси. Так что относительно космоса Земля выглядит как единый однородный шар, у которой просто вот так вот болтаются положения полюсов по вот этим вот точкам усредненным из кучи прецессионных окружностей. Простым языком, конечно, это тяжело объяснять. Но я думаю, я это и объяснил. В общем, если бы физическая ось внутри планеты не плавала, то при падении, попадании веса на планету Земля бы просто поменяла направление оси относительно космоса. И полюс бы там и остался бы в Гренландии. А полюс переместился сначала в одну точку, потом в другую. Я думаю, я доходчиво нарисовал и объяснил весь механизм, происходящий с планетой в момент ее прецессионного движения. И это достаточно сложный математический процесс. Но основой является, конечно, гироскопия. И планета это гироскоп. Кто-то со мной, конечно, будет спорить, что планета это не гироскоп, что у нее слишком маленькая скорость вращения. Но маленькая, смотря для чего? Для нахождения в безвоздушном пространстве и с огромной массой это все укладывается в закон гироскопии. А сама гироскопия, а сами же свойства гироскопа, они физически уникальны. Больше на Земле в инерциальной системе Земля нету подобных физических условий, которые создает сам гироскоп. Вот представьте трехстепенной гироскоп, который вы раскручиваете здесь, на планете Земля, и направляете его осью моментом силы на полярную звезду или на любую другую точку в космосе. И как бы вы не перемещались по поверхности Земли, этот гироскоп при постоянном количестве оборотов и без внешних воздействий при внесении силы, которые вызывают прецессию. Есть еще понятие аннотации, но здесь она не важна. Так вот, эта ось будет постоянно смотреть на этот выбранный вами объект в космосе. И силы тяготения Земли никакого отношения к нему иметь не будут. Кстати, фантастическая достаточно вещь, но я недавно случайно в интернете увидел опыты китайских мастеров, которые раскрутили два диска на соосной схеме и аппарат у них оторвался от земли. Платформа, к которому они были закреплены, оторвался от земли. Я не понял, это что, создание гиролета? В принципе, этот процесс гироскопии описан. И вы тоже, многие из вас видели опыты, когда берут штангу и раскручивают на ней блин, а потом одной рукой ее тягают, она теряет вес. Но это совсем другое, я просто привел это для ознакомления со свойствами гироскопа, чтобы всем стало понятно, что гироскоп это не просто так. А теперь основной вывод из этого фильма. И вывод такой, что полюса меняются на поверхности планеты и переходят из одной точки ее поверхности в другую. А относительно космоса усредненная ось Земли, так называемая, выписывая прецессию при внесении на нее какой-то массы упавшего спутника, сравнимой с массой самой планеты, выписывает прецессионную ось и при затухании может остановиться в любой из ее точек. И вот после потопа 17 века она остановилась примерно в половине сегодняшнего наклона. Сегодняшний наклон 23 градуса 30 минут. Тогда он составил 10-12 градусов. В следующей серии этого фильма я вам объясню в какой же точке на поверхности планеты оказался Северный полюс после перескока его из Гренландии. И этот Северный полюс не совпадал с современным. Этот вывод я сделал на анализе некоторых карт. И в следующей части фильма я вам это покажу. До свидания. Подписывайтесь на наш канал. Смотрите продолжение этого фильма. Пишите свои комментарии. Присылайте информацию которую нашли вы.